Я волшебник Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили промеж себя дружно, сено-клок и тот пополам, а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают промеж себя. Где не взялся котишка-мурлышка, серый лобишка, идет, да таково жалобно плачет. Козел да баран спрашивает. Кот, коток, серенький лобок, о чем ты, котя, плачешь, на трех ногах скачешь? Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасла. А за какую вину такая тебе погибель? Эх, да зато погибель была, что себя не опознал, да сметану слезал. И опять заплакал кот-мурлыка. Кот-коток, серый лобок, о чем же ты еще плачешь? Как мне не плакать? Баба меня била, да приговаривала. Ко мне придет зять, где будет сметану взять. За неволю придется колотить козла да барана. Заревели козел да баран. Ах ты, серый кот, бестолковый лоб, за что ты нас загубил? Вот мы тебя забодаем. Тут мурлыка вину свою приносил и прощенья просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. А что, средний брат, баранка, спросил мурлыка, крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота. Баран с разбегу стукнулся о ворота лбом. Покачнулись ворота, да не отворились. Поднялся старший брат мросище-козлище. Разбежался, ударил и ворота отворились. Пыль столбом поднимается, трава к земле преклоняется. Бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот, серый лоб. Устал он и взмолился названным братьям. Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять. По горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище, ста на восстановище. Под тем крутищем скошенное поле. На том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. Где огня добыть, думают козел да баран. А мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукаться лбами. Стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из глаз посыпались. Берестечка так и зарыдала. «Ладно», — молвил серый кот, «теперь обогреемся». Да за словом и затопил сток сена. Не успели они путем обогреться, глядь, жалует незваный гость. Мужик-сирячок Михаил Иванович. «Пустите», — говорит, — «обогреться да отдохнуть». Что-то не можется. Добро пожаловать, мужичок-сирячок муравейничек. Откуда, брат, идешь? Ходил на пасеку, да подрался с мужиками. Оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться. Стали они вчетвером темную ночь делить. Медведь под стогом, мурлыка на стогу, А козел с бараном утеплины. Идут семь волков серых, восьмой белый, И прямо к стогу. «Фу, фу!» — говорит белый волк. «Не русским духом пахнет. Какой-то народ здесь. Давайте силу пытать». Заблеяли козел и баран со страстей, А мурлышка такую речь повел. «Ахти, белый волк! Над волками, князь! Не серди нашего старшего! Он, помилуй бог, сердит, И, как расходится, никому не сдобровать. Аль не видите у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, А рогами только кожу сымает. Лучше с честью подойдите, да попросите. Хотим, дескать, поиграть с твоим меньшим братишкой, Что под стогом-то лежит». Волки на том козлу кланились, Обступили мишку и стали его задирать. Вот он крепился-крепился, Да и как хватит за каждую лапу по волку. Запели они лазаря, Выбрались кое-как, Да поджав хвосты, подавай бог ноги. А козел да баран тем времечком Подхватили мурлыку и побежали в лес, И опять наткнулись на серых волков. Кот вскарабкался на самую макушку ели, А козел с бараном схватились передними ногами За еловый сук и повисли. Волки стоят под елью, Зубы оскалили и воют, Глядя на козла и барана. Видит кот серый лоб, что дело плохо, Стал кидать волков еловые шишки, Да приговаривать. Раз волк, два волк, три волк, Всего-то по волку на брата. Я, мурлышка, давеча двух волков съел, И с косточками, так и еще сытеханек, А ты, брат большой, за медведями ходил, Да не изловил, бери себе и мою долю. Только сказал он эти речи, Как козел сорвался и упал прямо рогами на волка. А мурлыка, знай, свое кричит, Держи его, лови его. Тут на волков такой страх нашел, Что со всех ног припустили бежать без оглядки. Так и ушли. Вот и сказочки конец, А кто слушал, молодец. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok